Мы считаем весьма своевременным вновь собраться в этом зале для обсуждения вопроса непрекращающейся западной накачки вооружением и военной техникой Украины и последствия этой ситуации для поиска мирного решения украинского кризиса. Это особенно важно на фоне повышения градуса риторики кураторов киевского режима в отношении конфликта на Украине и появление новых доказательств непосредственной вовлеченности стран НАТО в него. С начала спецоперации наши бывшие партнеры на голубом глазу заверяли весь мир, что Киев якобы самостоятельно борется за свою независимость и идеалы демократии, а Запад ему оказывает посильную поддержку. Ставлю за скобками истинные цели киевского режима и его восьмилетнюю войну на уничтожение противонаселения Донбасса, которые призваны остановить наши специальные военные операции. Скажу о другом. Сейчас можно смело констатировать, что масштабы участия Североатлантического альянса в поддержании на плаву своих киевских подопечных гораздо шире, чем это пытаются представить в Вашингтоне и Брюсселе. Но даже несмотря на оказываемую военную, финансовую и политическую помощь, Украина неминуемо движется к военному поражению. На поле боя дела у киевского режима обстоят крайне плачево. Благодаря успешному продвижению российской армии по всем направлениям, боевики ВСУ отступают, кратно увеличивается уровень дезертирства, потому что многие осознали, наконец, происходящее и не готовы умирать за чужие геополитические устремления. При этом западные кукловоды не унимаются и призывают бросать мясные штурмы все больше украинцев. На днях американский сенатор Линдси Грэм заявил в Киеве следующее, цитирую, «Нам нужно больше людей. Что бы мы ни делали, вы должны сражаться». Следуя этим заветам, военкоматы продолжают отлавливать на улицах и в общественных местах мужчин призывного возраста с целью их дальнейшей переброски на фронт. Некоторым везет больше, и им удается спастись от путевки на верную смерть. В СМИ то и дело просачиваются истории о попытках нелегально пересечь границу. Что примечательно, бегут с тонущего корабля под названием «Украина», имеющие такую возможность чиновники и даже дипломаты, как сообщают украинские СМИ. Значительная часть из них просто не возвращается из-за границы по окончании командировок. Текущее экономическое состояние страны лучше всего описывает его руководство. Владимир Зеленский заявил, что без иностранных финансового флевания 11 миллионов пенсионеров умрут. А замминистра экономики Тарас Качко раскрыл секрет Палишинеля, сказав, что половина бюджета страны датируется западной. Тут уместно напомнить, что бессмысленных жертв в бою и удручающих последствия для социально-экономической жизни Украины можно было бы избежать, завершив конфликт еще в апреле 22-го года. Именно тогда бывший британский премьер Борис Джонсон запретил киевскому режиму подписывать уже парафированный мирный договор с Россией, обрекая на смерть сотни тысяч молодых украинцев. С тех пор ситуация для бандеровской хунты в политическом и военном плане в разы ухудшилась. С учетом того, что ВСО давно уже не воюет своим вооружением, можно сказать, что цель нашей СВО по демилитаризации собственной Украины выполнена. Теперь боевики выживают исключительно за счет поставок от стран НАТО. Но даже несмотря на вынужденную переброску на фронт наиболее дорогостоящей западной техники, российские вооруженные силы последовательно продолжают уничтожать Абрамсы, Леопарды и Хаймерсы. При этом новым моментом стал проступающийся четче осознанный курс западных кураторов Киева на эскалацию кризиса в связи с тем, что война против России руками украинцев не приносит желаемых результатов. Вместо того, чтобы заставить своих подопечных сесть за стол переговоров, их от дипломатии по-прежнему всячески отговариваем. По появившимся утечкам и заявлениям некоторых политиков можно сделать вывод. В своем стремлении нанести нам стратегическое поражение, Запад ведет безумные речи о готовности к началу острой фазы конфликта, то есть прямому противостоянию России с НАТО. Судить об этом можно в частности по попавшему в интернет 38-минутному разговору высокопоставленных немецких генералов. Они буднично обсуждали сценарий нанесения ударов по Крымскому мосту и другой российской гражданской инфраструктуре, рассуждали, сколько дальнобойных ракет «Таурус» для этого понадобится. Иными словами, планировали террористический акт. Что примечательно, что после обнародования разговора немецкие власти выразили обеспокоенность лишь фактом утечки, но не содержанием разговора, и поспешили заблокировать распространение записи в сети, явно пытаясь замять скандал и скрыть его от общественности. Обвинили нас в дезинформационной атаке, при этом тут же признав подлинность записи. На этом фоне даже не удивляет, хоть и сильно настораживает, воинственная антироссийская риторика Эммануэля Макрона. За последнюю неделю он отметился провокационными заявлениями об отсутствии у Франции каких-либо красных линий в отношении конфликта и о готовности отправить на Украину войска для участия в боевых действиях. По некоторым данным, речь может идти о двух тысячах солдат для расположения, в том числе, в приграниченных с Белоруссией районах. Безусловно, такие безответственные заявления можно списать на самый пиар, но тут стоит напомнить, что Париж одним из первых стал соучастником преступлений киевского режима, последовательно проводя курсную эскалацию. Он инициирует коалицию в поддержку Украины, уже есть танковая, артиллерийская и поддальнобойная в ракетах. Поощряет отправку наемников из числа собственных граждан, хоть и продолжает отрицать этот факт, прикрываясь положениями французского законодательства о запрете на наемничества. При этом нам достоверно известно о том, что они входят в интернациональный легион ВСУ и выполняют командные функции в тылу. К слову, всего с начала СО на Украину прибыло более 13 тысяч иностранных боевиков, большинство из них уже ликвидировано. Планируя направление уже регулярных войск, Парижу нужно помнить важную вещь. Они будут рассматриваться в качестве законной и даже приоритетной цели для нашей армии. Возможно, пришло время честно ответить себе на вопрос, что для вас представляет большую ценность – жизнь и благополучие собственных граждан или иллюзорная мечта ослабить Россию? Кстати сказать, буквально сегодня отмечаются 210-летние входы русской армии в Париж, когда потерпела фиаско предыдущей попытки Франции объединить Европу на антироссийской основе. Советуем ни вам, ни немцам не забывать уроки истории, чтобы потом не кусать локти. Вообще в последнее время проявления лицемерия и двуличия западных политиков просто зашкаливают. История с утечкой немецких генералов, риторика Макрона, признание ряда других представителей западного политэстеблишмента наглядно показывают уже прямую, а не опосредованную, увлеченную стран НАТО в конфликт. Отрицать этот факт бесполезно, его доказывают сотни других иностранных военных советников и наемников, которых западные столицы тщетно пытаются скрыть от собственной общественности. При этом изобретается все более лукавая логика. Относительно недавно эти же государства утверждали, что Украину надо принять в НАТО, потому что Россия не посмеет напасть на страну Альянс. Теперь мы слышим совершенно противоположное. Нельзя допустить, чтобы Киев проиграл, ведь Россия на Украине не остановится и нападет на страны НАТО. Где хоть какая-то последовательность в ваших утверждениях? Обращаюсь к сидящим в зале представителям западных стран. Вы уже подвели Украину к краю пропасти, высосали из нее практически все ресурсы, лишили населения права на достойное будущее. Сейчас у вас начинается мандражометание, потому что ваше действие по нанесению России стратегического поражения или хотя бы ее ослаблению не принесли желаемого результата. Осознаете ли вы, что своей безответственной риторикой вы повышаете ставки и рискуете перевести конфликт в новую, острую и непредсказуемую фазу? Готовы ли вы воевать с Россией в ваших странах и понимает ли последствия ваших действий широкая европейская общественность? Может быть, наступил момент задуматься о последствиях ваших безответственных действий и слов для европейской региональной безопасности? Правда, ей уже в любом случае был нанесен колоссальный ущерб, в том числе за счет расползания поставляемого на Украину вооружения, эффект от которого вы будете ощущать еще не один год. Так как стало известно из недавно опубликованного управлением правительственной отчетности США доклада, Вашингтон не в состоянии достоверно устоять, сколько вооружений и боеприпасов было поставлено на Украину, поскольку у Пентагона отсутствует соответствующее стандартизированное руководство. В рамках проводимого аудита Пентагона было обнаружено отсутствие записи о статусе поставок практически половины заказов для Украины. Более того, руководство ведомства не смогло выявить причину, по которой это произошло. Министерство обороны, как следует из доклада, также лишено возможности отслеживать статус поставок после их поступления на территорию Украины. Иными словами, независимый контроль за тем, чтобы поставляемые вооружения не расползались за пределы незалежной, де-факто невозможен. Не могут похвастаться военные точными данными о судьбе продукции американского ВПК, была ли она применена, уничтожена или утрачена. Признается, что равным образом затруднена непредвзятая оценка того, не попали ли американские вооружения на черный рынок. Крайне неблаговидную роль накачки Украины вооружениями продолжает играть Прага, минендел которой Липавский буквально на днях анонсировал предстоящую поставку 300 тысяч снарядов, собранных по сусекам со всего света. При этом проведенный агентством СНЕР опрос свидетельствует, что почти две трети чехов выступают против поставок оружия на Украину, и более 70% убеждены, что правительство должно поддержать начало мирных переговоров. Возможно, на подобных изменениях в настроениях чешской общественности сказывается и использование укронацистами чешских РСЗО для обстрелов мирных российских городов, в частности, Белгорода. К сожалению, наш чешский коллега и на этот раз не нашел себе сил явиться перед членами Совета Безопасности, чтобы пояснить всем нам, а также всем тем, кто следит за нашей работой, почему чешские власти, пренебрегая мнением собственных граждан, продолжают передавать украбандеровцам летальное оружие, которое используется для ударов по мирным гражданам на территории Российской Федерации. Госпожа председатель, отмечаем возросшее число обращений к нам со стороны зарубежных партнеров с призывами перейти к переговорам для окончания военной идеи. Отставляя за скобками тот факт, что киевский режим, как мы уже не раз убеждались, в принципе, не договороспособен, и еще и сам себе законодательно запретил какие-либо переговоры с Россией, хотел бы задать всем присутствующим вопрос, а с кем нам эти переговоры хотя бы гипотетически проводить? Ведь единоличное решение киевского диктатора не проводить президентские выборы, очевидно, в страхе их проиграть, принято нарушение Конституции Украины, делает его нелегитимным с 21 мая. А в политическом руководстве страны продолжает усиливаться разбор и шатание, разбегаются кто куда депутаты Верховной Рады. Центробежные тенденции наблюдаются и в украинском обществе в целом. С учетом этого, а также обвального падения рейтинга в поддержке главаря киевской хунты встает вопрос, а кого он вообще сейчас представляет? С кем нам поддерживать диалог, вести переговоры в случае, когда и если это потребуется? Призываю всех задуматься об этом а куратору и кукловодов киевского режима, о том, как выглядит со стороны их поддержка, усиливающаяся с каждым днем диктатуру на Украине. Ваши лозунги о стремлении защитить свободу и независимость этой страны звучат фальшиво и неискренно. Поскольку вы давно уже защищаете исключительно Зеленского и его клику. Украине как таковой, и украинцам никто не угрожал и не угрожает. Мы были и остаемся готовыми жить с ними в добрососедстве, мире и согласии. Для этого необходимо в полной мере реализовать цели нашей специальной военной операции, среди которых уничтожение Украины и ее деукраинизация не значатся. Мы готовы добиваться этого как военным, так и дипломатическим путем, разумеется, при учете реалий на земле. Чем скорее вы это поймете, тем будет лучше. Благодарю вас. Продолжение следует...